всем привет сегодня у нас на обзоре регистратор по имени ваза покупал на распродаже за 12 долларов продается он среднем там 20 19 18 24 то есть вот такой вот скачет но вполне реально купить его за 12 долларов по распродаже я покупал в магазине light in the box ссылка будет в описании и как на него так и на распродажу по которой я покупал что давайте распаковывать посмотрим на нее покупал ее не для себя для знакомого попросили но если бы она мне понравится а скорее всего она мне понравится я наверно если будет еще такая распродажа куплю еще одну себе и так давайте будем распаковывать идет камера в начале вверху вот такая вот крышка потом из мягкого такого материала откладываем так давайте высыпем комплектация реально богатая то есть мы имеем вот такой вот держатель до присоску вот она раскручивается так можно управлять углом крепление здесь специальное крепление для защелкивания регистратора и это мне очень нравится потому что у некоторых нужно прикручивать и гайкой это не совсем удобно особенно в нашей реалии то это что регистратор нужно постоянно снимать чтобы не украли не разбили стекло даже если его не украдут но по разбить стекло попробует кто-нибудь ну возможно уже они сейчас стоят как бы все дешевле и дешевле и возможно уже скоро будут совсем никому не нужны что можно их будет смело оставлять машинах но пока стекла еще бьют в некоторых районах поэтому это вот защелка это очень удобно это очень хорошо и мне это очень нравится единственное что да еще не разработана поэтому мне вот было сложновато его чок мы только что вот ну все отлично далее то есть присоска классная все круто крепление мне все нравится то есть силикон хороший мягенький все отлично далее идет у нас зарядка зарядка у нас 24 5 вольт 2 1 ампера выход 2 1 ампера и 1 ампер здесь скорее всего мигает индикация вот и выглядит вот так вот красиво мне нравится далее инструкция инструкция называется road safety recorder user manual версия 10 то есть инструкция ну в принципе здесь у нас основные клавиши управления инструкция на английском и китайском здесь вот вторая половина это китайская здесь даже есть картинка что как зачем и почему и далее идет еще два шнурка два шнурка с старым форматом юсби то есть mini юсби юсби тайпа и мини юсби причем один коротенький шнурок и второй очень длинный шнурочек то есть если у вас далеко там прикуриватель или вы хотите провести куда-то там бардачок провод или еще что нибудь вам с лихвой этого хватит и так имеем с правой стороны в мини юсби уход для тех карт разрешения сверху у нас крепление с левой стороны кнопка включения и радиаторная решетка снизу у нас микрофон так спереди ну естественно камера и сзади экранчик экран полтора дюйма и кнопки управления в общем ничего такого там сверхъестественного но все выглядит круто стильно и легко красиво то есть мне очень дизайн нравится и давайте расскажу основные характеристики это компактные размеры то есть он 58 на 48 на 34 то есть довольно таки компактный экранчик здесь полтора дюйма как я уже говорил модуль камеры sony а и mix 323 с апертурой 20 угол обзора у него 140 градусов а минимальное освещение которое нужно для него один люкс пишет видео в 1920 на 1080 поддерживает много языков в том числе русский видео можно сегментировать по 3 5 10 минут поддерживаются карты памяти от 6 класса с 8 до 64 гигабайт батарейка здесь 230 миллиампер часов рабочая температура от минус 10 до 60 градусов есть у нас обнаружение движения циклическая запись режим парковки это g-сенсор когда если он обнаруживает какой-то удар или встряску то есть при аварии или допустим на парковке ударили автомобиль он начинает записывать то есть производит запись и эту запись нельзя удалить те кто не сталкивался с регистраторами допустим вот когда я первый регистратор свой купил с этой функцией у меня быстро забилась память потому что машина стояла в таком месте где мимо гоняют машины от вибрации этой автомобиль все время ну регистратор включал запись и быстро забил карту памяти и просто не перезаписывал ничего поэтому если кто столкнулся с такой проблемой просто нужно либо отключить этот g-сенсор либо сделать его менее чувствительным настройках это есть функция функция полезная поэтому отключать ее не стоит просто сделать ее менее чувствительным либо просто периодически если у вас там никаких происшествий не происходило очищайте карту памяти и все то есть ну форматируйте ее просто и все форматированием она удаляется просто программное и как бы эти ролики которые записаны с помощью g-сенсора да то есть по реакции g-сенсора то они не удаляются просто так экран кстати четкий и красиво немного мерцает вот но четко красиво на нем все отображено то есть мне у меня был другой регистратор подобный и ну как бы качество экрана очень очень симпатизирует мне то есть мне очень нравится 5 вольт 037 38 то есть для автомобиля пол ампера пошла заряжать в общем он сразу включился давайте тогда уже раз включили посмотрим у нас что у нас есть в меню меню есть разрешение можно выбрать запись то есть настройка записи по кругу дальше vdr экспозиция то есть можно настроить свет монитор так дату устанавливать записывать ли звук можно включить отключить вот гравити-сенсор то есть g-сенсор о котором я говорил ну можно настроить его вот и паркинг монитор далее где у нас можно поменять язык так это сюда входить для вот есть еще и приближение причем очень круто приближает то есть смотрите видно я не знаю как будет видно на камеру на камеру но смотрите в общем четко я приблизил на 4 и четко видно все слова конечно я попробую по записывать еще в автоматическое отключение настрой через какое время он будет отключаться вот язык заставки есть лицензия герцовка сколько он будет работать давайте выберем так language нам нужно так выбираем language нет не этой кнопкой наверное надо кнопкой включения подтверждать так да не у кнопкой включения подтверждается м это выходит меню просмотра видео роликов и так далее языков очень много смотрите английский французский испанский португальский немецкий итальянский ну я так понимаю китайский японский какой-то корейский еще какой-нибудь ну русский язык выбираем русский язык и мы смотрим язык выключение экрана госномер машины можно ввести сюда ввести настройки для того чтобы вы когда едете на экране будут отображаться форматировать карту перезагрузить версия по вай фай то есть ну все 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 отличная отличный перевод я действительно в шоке от того что ну за 12 долларов имеем такой качественный кстати за 12 долларов я только что зашел посмотреть уточнить характеристики его и зашел на видео на сайт light in the box сейчас он продается за 39 долларов когда вчера был еще 19 то есть цена была 12 потом по акции потом повысилась до 19 сейчас стоит вообще 39 долларов закрепили в автомобиле то есть сейчас пока так потом провод мы пустим поверху но вот выглядит так и сейчас уже темнеет и посмотрим как запись будет идти в темное время такое уже в вечернее время суток все поехали и Париж 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 Та не, вот с этой, вот с этой черная поверха Она вообще черти как срезала Ну типа машин нету Ну да Субтитры сделал DimaTorzok Ого, таврия Ого, таврия Ого, таврия Итак, я сегодня не на машине Держу в руках его Для того, чтобы понять, как он пишет С рук вообще Ну мало ли придется тоже В руках его носить Допустим, но батарея тут слабая Как бы я его заряжал То есть смотреть надо будет батарею Мне что-то она не нравится Разгонится, нет, непонятно Иду Уже снял видео, какой регистратор крутой Он мне действительно очень понравился Да, хороший регистратор Хорошо снимает И, ну блин, классный Но возникла определенная проблема Он перестал Даже не перестал Я его подключал в автомобиле И он все время был подключен Но через несколько дней возникла проблема Он постоянно начал выключаться То есть питание идет Обрывов питания нету И он выключается постоянно Сам перезагружается То есть ты едешь И он постоянно перезагружается Вот сейчас он держит не более 5 минут И то 5 минут Это я, наверное, много сказал То есть 2-3 минуты он держит И батарея тухнет То есть вот сейчас батарея на минималке Все Выключено Это вот, наверное, минутки 2 он прошло Все, батарея разряжена То есть Что в нем убитая батарея Я написал в магазин Light in the box Спросил, что делать Как бы такая вот ситуация Они мне прислали Что нужно отправить обратно Регистратор Тогда они мне вернут деньги Я узнал на почте То есть отправить регистратор Короче, около 10 долларов Выходит То есть отправить обратно в Китай Этот регистратор То есть когда я его взял за 12 Конечно, я не буду открывать Спор в магазине То есть 12 долларов Довольно-таки Хорошая цена За такой регистратор Такого качества Единственное, что батарейка То есть мне придется потратить еще Не знаю, там долларов 5 Наверное За замену батарейки В любом случае То есть за 12 долларов Даже с испорченной батареей Это хорошее приобретение Но вот За 19.99 Как ее продают Я бы ее не взял Плюс она там бывает Варьируется цена Скачет до 30 долларов То есть Но это вообще неадекватные деньги Для такого аппарата У которого Ну такая вот Плохая вот батарея Ну, в целом Очень мне понравился Качество съемки Хорошее Вот Звук хорошо Пишет неплохо Понравилось крепление То есть он мне Очень понравился Ну вот такая вот Ситуация произошла Поэтому советовать его Я не могу На этом у меня все Ставьте лайк Подписывайтесь До новых встреч И удачных покупок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok